Христос Воскресе! По истину Воскресе! По истину Воскресе! По милости Божией, братья, мы с вами провели и Великий Пост, и встретили светлое Христово Воскресение. И вот уже целую неделю ликуем и радуемся, приветствуя друг друга этими словами. Христос Воскрес! По истину Воскрес! Весь наш церковный ритуал и слова, и действия – это все видимые и осязаемые нити, которые связывают нас с Богом. Но эти нити имеют смысл только когда нас связывают еще и невидимые нити. Наша любовь к Богу, благодарность, наша надежда на Его промысл и доверие промыслу – вот это все те невидимые нити, которые и образуют нашу веру. И вот сегодняшнее Евангелие как раз говорит нам о тех нитях и видимых, и невидимых, которые возникают между человеком и Христом. Господь явился Своим ученикам вечером, того же самого дня Воскресения, когда восстал из мертвых. Он прошел сквозь затворенные двери, и ученики растерялись, подумав, что это Дух. У них не было в жизни такого опыта проходить сквозь затворенные двери. Но Христос говорит им «Мир вам!» и потом, чтобы убедить их, что Он не Дух, не призрак, Он показывает им свои раны на руках, на ногах, рану от копья, прободав своего ребра. И ученики радуются этой встречи, благословляют ее. Но одного из них не было с ними, не было Фомы. Когда они потерялись своей радостью с Фомой, Он сказал, «Пока не увижу своими глазами, пока не ощупаю раны Его, не поверю, этого не может быть». И вот прошло семь дней, и Он снова, Христос снова явился своим ученикам. Вот в этот восьмой день, который мы с вами сегодня по этому поводу и празднуем. Христос снова прошел сквозь затворенные двери к ученикам, собравшимся за затворенными дверями страха ради иудейского, потому что они боялись преследования иудеев. И Господь снова преподает им мир, говорит, «Мир вам!» А потом прямо обращается к Фоме и говорит, «Приди и осизай мои раны на руках и на ногах и ребра мои, и не будь неверен, но верен». И Фоме не потребовалось осизать раны Христовой. Он воскликнул, «Господь мой и Бог мой!» Вот эти слова являются центром нынешнего Евангелия. «Господь мой и Бог мой!» Эти слова говорят о его личном отношении ко Христу. Об апостоле Фоме говорится немного в Евангелии, всего три раза. Первый раз говорится, только называется его имя, когда Господь призывает своих апостолов. Во второй раз говорится самое главное. когда Лазарь был болен и прислала Марфа сказать о болезни Лазаря, Господь сказал, «Мы пойдем к нему. Лазарь умер, но я иду разбудить его». И вот тут Фома сказал, «Господи, ведь иудеи недавно искали убить тебя. Как же ты снова идешь в Иерусалим?» И Господь говорит о том, что ему необходимо пойти. И тогда Фома произносит слова «Пойдем и мы умрем с ним». У него нет надежды защитить Христа. Он понимает беспомощность человеческих сил. Но он готов вместе со Христом умеять, готов разделить его судьбу. И вот это очень важные слова об апостоле Фоме. И третий раз говорится об апостоле Фоме вот теперь в Евангелии. И снова он говорит очень важные для каждого христианина слова «Господь мой и Бог мой». А что же Христос отвечает на эти слова? Он говорит «Ты поверил, потому что увидел блаженные невидевшие и верующие». То есть он указал на видимые нити, которые могут человека со Христом связывать. Нити внешние. но гораздо важнее те внутренние нити, которые связывают человека с Богом. И только тогда и начинается жизнь в Боге, жизнь во Христе, когда в человеке пробуждается сердце. Вот мы с вами сегодня говорим о Христе, слышим Евангелие, видим действия, слышим слова «Христос воскрес!» А сердце наше может отзываться на эти слова, а может быть молчащим, окаменевшим. И вся задача духовной жизни в том, чтобы разбудить свое сердце, разбудить свою совесть, довериться Богу, довериться Его промыслу, ответить Ему благодарностью на все, что дарит нам Бог. Слово «Бог» это корень того слова, которое мы обычно так ценим – богатство. Подненное богатство, это Бог, потому что Он источник и жизни, и всякого нашего благополучия. И Бог дает нам все, что мы имеем, достойны мы этого или нет. Тем не менее, Бог заботится о нас, потому что Бог нас любит. И вот умеем ли мы ответить Богу благодарностью на Его любовь к нам, ответить Ему взаимностью? вот это братья и есть основа нашей духовной жизни, основа, которую Фома выразил словами «Господь мой и Бог мой». Аминь. «Господь» «Господь»